Христос воскресе! Воистину воскрес! Игнатий Тихонович, сразу хочу предупредить, если вы будете записывать и выставлять в интернет, то я не против. Ну хорошо, а так я и хотел спросить, вы уже знаете. А нам нечего прятаться, это хорошее и полезное, через это люди новые обращаются. Конечно, другим большая польза через эти ролики, я сам через ролики уверовал, через ваши ролики. У меня вопросы есть, несколько появилось. Ну вот с какого начать, начну с такого. Почему я не в общем чате, а пока что здесь в личном. Потом другие-то увидят, но пока что такая ситуация. Вот у нас здесь есть сестра во Христе, Ольга Гвазунова. Да, больная. Да, она болеет. У нее серьезное заболевание, она ездила в Кемерово на обследование, у нее подтвердились метастазы, уже голову, череп пошло, костях. То есть очень серьезная ситуация. Ну, тут меня побудила к этому Ольга Матина, сестра тоже. Она переживает за нее очень, она с ней постоянно общается. Ну, и Ольга-то Гвазунова, она относительно недалеко от меня, тут 300 километров. Я хотел бы к ней съездить, попроведывать, но боюсь вот, что она не примет. Ну, скажет, не надо. Я у нее не спрашиваю еще, я с ней общаюсь, разговариваю, но боюсь, что она не примет. Я написал, она одна живет, в однокомнатной квартире живет, и вообще одна, рядом родственников нет. Я узнал, какой храм там рядом, я написал в храм, там нашел страницу в одноклассниках ВКонтакте. Я обратился, написал, что ваша прихожанка когда-то убиралась в храме, постоянно ваша прихожанка в такой ситуации оказалась. И одна, некому помочь, некому по дому убраться, возьмите шество как-то над ней. Но скинул, и ни ответа, ни привета, ничего там нету, тишина. Ну, и я знаю, что у нее там резетка сломана, у нее с зарядкой, ну, вот, не может нормально заряжать телефон, ненадолго хватает, там еще что-то. И вот в храм бы сходить, поговорить самому там, или с настоятелем, или же с женщинами, которые там трудятся в храме, чтобы, ну, наведывали. Она же одна, не приготовить себе ничего не может. Для нее даже трудность сходить на кухню, чайник вскипятить, для нее это трудности, тяжело ей очень сейчас. И вот, что я у вас хочу, совет какой. Позвоните, ну, конечно, я понимаю, что нужно позвонить и сказать, что я приеду спроситься. Ну, вы же наверняка сами, когда болячих посещаете, не очень-то их заведомо уведомляете. Ну, я предполагаю так. Как вот мне быть? Это как бы в одном городе был один вопрос. Да. А здесь другое. У нее никого родственников нету. У нее квартира своя? Да, квартира своя. Есть дочь у нее в Краснодарском крае. Тоже здесь у нас Наталья Ященко. Она в такой ситуации, у нее ребенок больной. Она не может приехать. Она сама разрывается, она плачет, переживает за маму-то. А в одну квартиру, если соберутся, то ничего хорошего из этого не будет. Почему? Ребенок больной. А в какой степени он больной-то? Как хорошо, что тут бабушка. Это наоборот хорошо? Тут бабушка болящая, она ни сидеть, ни бежать не может. У нее боли, она спать не может. Ребенку как раз это полезно, знать, что больной, как ухаживает. Ребенок вроде аутизм. Там серьезное заболевание тоже. Он иногда беспокойный бывает. Это тоже очень серьезная такая ситуация. Ну хорошо, как же раньше-то жили, что где-то в другом месте нельзя. Это никогда не было. Это считалось большим позором. Мать больная, а я не могу к ней приехать. Так вот как раз за двумя и ухаживай. Ну, я не знаю. Я говорю, как? Это никогда не было, что принято так. Где-то я там буду, а ты здесь, а мать больная, никого нету. Это даже в уме никому не приходило. Жили в одном доме 13 человек. Да. И все больные, за ними ухаживали. И вот так и надо делать. А она не спит. Ну и что не спит? Ну, сейчас речь обо мне идет. Как мне поступить? Не торопились. Подожди. Вы мне внезапно так и не молились об этом. Я так ответы давать не умею. Я помолюсь, тогда уже будет видно. Ну, а только так вот по человеческому-то разуму они должны быть вместе. Тем более. Даже кто-то будет помогать, сказать. Тогда можно будет съехать. Но в первую очередь, а у той квартиры есть там или что? Как она живет? У Ольги? У Ольги, да, квартира. А это у дочери ее? Да, она в Краснодарском крае. Там тоже квартира. Да почему не переехать ей сюда? Квартиру-то там кому-то дать на время или как? Я не знаю. Это не мой вопрос. Два варианта. Один она ее продает, другой отдает в аренду. И дальше будет видно, как им надо быть вместе. Это вопрос по-другому не решается. Кто чужой? Кому она нужна такая? Конечно. А это уже сама природа привыщает к этому. Конечно. Я думаю, вот так. Тем более у нас здесь бы с ней переговорить и прочее. Как это сделать? Сделать немедленно нужно. Не откладывай ни на день. А прямо сейчас начинать работать. Как? С кем она живет там? Кто у нее? Муж есть или дочь? Нет, ребенок. А кто? Мальчик, девочка? Мальчик. Ну вот больной. А что у него болит? Ну аутизм что ли? Я точно не знаю. Болезнь, болезни разная. Ну ему там где-то уголок дать такой, чтобы при нем там можно сходить было там на ведерко или как там это? Он неспокойный. Он, ну, аутизм это серьезно. Я точно не знаю, аутизм вроде бы. Он неспокойный. Ну неспокойный. Что он делает, что попало? Сколько ему лет? Я точно не могу сказать. Я, ну, такие вещи неудобные, не стал я его спрашивать у нее. Я суть дела вкратце знаю. Нет, так не пойдет. Тут никакого нету ничего, чтобы тормозило узнавать. Просто необходимо ему уголок отгородить, чтобы он там никому не мешал. Что он из окна выбрасывается, бежит из дома. Ну он капризничает, плачет. Мало ли, что капризничает. Это же не говорит, что он тебе чужой. Нет, конечно. Я просто вот хочу сказать. У меня один знакомый был, не очень. Ну он клуб собаководства. И собака-то у него хорошая. Ну где-то ее что-то вкуснуло и ухо повисло вот так вот. Она немецкой породы. И она ему на выставку уже не идет. Я ее перекупил у него. Хорошая собака. А он, главное, где-то в деревне какой-то был. И проходил мимо, увидел здоровый кобель. Такой-то, злобный такой. Главное, чтобы небоязливый был. Качество главное. Если он небоязливый, то специалист. И он показывает, какие у него шрамы, когда он его кусал. И он его все-таки взял. Он сделался чемпион, кажется, края или в Сибири. Но я, говорит, два часа на него утром трачу только. И все встало на ноги. А он, кажется, немец или кто-то такой, деловой мужик. Так и здесь. Это если с собакой. Так человек водится. Потом мне на работу надо бежать. И он любит это дело. А тут не спрашиваешь, любишь, не любишь. Что ты обязан смотреть. Еще надо подумать, кто к кому должен переехать. Ольга туда или дочь туда? Нет, туда, Ольге, невозможно. Потому что там жара. Это Краснодарский край. Ну все, я говорю, вопрос этот поставить надо. Чтобы он был отмечен. Чтобы потом не было так, скажем. Там мне не сказали, могли бы переехать. У меня хорошая квартира потеряла там. А когда уже оба, все, согласно. И при свидетелях. Тогда не будет этих упреков. Вот у меня... Я уезжаю, одна кошка синенькая, синеглазая. А она остается, сказали, дома здесь оставить. И тут я расписку взял. Сейчас ей шлейку сшили. Его валят на прогулку. Иначе она убежит где-то. А она тут мышей ловит и проще. Я двоих уберу с собой кошек. А Володя там уехал, уже увез. Даже с кошками и то надо рассмотреть. Кто, когда. Потому что без них нам тут амба. Ну, я же голубей держу. Везде пшеница насыпанная. Там семечки. А мыши тут волной идут. А так ничего нету. Тишина. Да и тем более я прикормил тут. И Володя кормил их. Еще кошек. Кошки четыре, наверное. Нищи. А они у нас тут ночуют и помогают. Это с животными как. Надо первые вопросы обсудить с ними. Если бы они были здесь. И на меня пусть и выйдут. Если вам неудобно говорить. А потом вопрос этот решить. А уже потом только обращаться в церковь. А ты скажешь как? Родная дочь не ухаживает, а чужой должен ухаживать. Да чего ради-то? Тут мы такой позор постоим. Это же скажут у каждого свой дом. Своя семья. Когда и время от времени приходить надо. Далеко надо, чтобы недалеко кто-то жил. У кого-то свое есть. Заразная, незаразная болезнь. Все надо узнать. И тогда мудрого решения просить у Бога. Она уходит. Будет время, оно рядом уже. Когда живые будут завидовать мертвым. Чтобы она ее причастилась, исповедовалась, пособоровалась. Вот сейчас. Мы только сейчас разговаривали с одними. Они с другого региона, из-за Байкалья там. И переезжать, думаю, там в Воронежскую область. Я говорю, зачем? А родственники? А родственники все неверующие. Вы к нам приезжайте. Конечно. И здесь надо большой дом строить. А как мы строим двое? Ну вопрос. Значит, надо согласиться, чтобы... Главное, посадить, чтобы к осени все свое было. То есть, вот только сейчас разговаривали. Видно, люди хорошие. Муж там это... Ну они там все военные. Вам это близко все. Ну и сейчас вот как заехать? Он думает туда, в какое время. С 15-го мая. Я должен обдумать. Меня там в это время нет. Должен договориться с батюшкой. 15. Что это 15? Меньше двух недель. Да. Тут свое хватает. А тут свои рядом. То один болеет, то другой. Никогда не показывают, что болеют. Меня спрашивают, какие болезни. Ну 83 года, 10 июня будет. Никак. Колени-то не сгибаются где-то. Ну что же спрашиваются. На мороженое было, еще только не было. Я хожу. Это не болезнь. Это... Ну детали, они истираются. Я не болею. Болею. Тут Ольга болеет, болеет. Если я упал с лезь и сломал руку, то это не болезнь. Это повреждение. Так, вот так. Ну а если я приеду, ладно. Не буду ходатайствовать, чтобы там помогали. Но чтобы пособоровали с батюшками поговорить. А она это сама без вас может сделать. За этим... Ей передвигаться тяжело. Она на кухню чайник не может сходить, включить. Для нее это тяжело. Я это не знаю. Можно съездить, конечно, попереговорить. Вам где ночевать-то там будете? Да нигде. Туда и обратно. Ну надо так, чтобы поспеть. Потом приятель, священник занятый. Какой ближе всего храм находится? Значит, там ближе... Я узнал. Узнал. Вот это хорошо. Я даже более того по дороге договорился заранее. У нас есть надежда, благодатская сестра, чтобы ее взять с собой, заехать. Она на полпути как раз живет. За ней бы я заехал в Белово, взял с собой, чтобы она там помогла. По-женски где-то постирали, где-то что-то помочь с упоркой. Но я еще, вот не знаю, начну с Ольгой разговаривать. Она может сказать, не надо приезжать. Это важно. Да. Вот я и почему спрашиваю, может быть, нет, без приглашения поехать, без уведомления. Незваный гость хуже татарина. О-о-о. Да. Ей неудобно и сходить так, и посторонний человек. Она думает, как принять, этого не может. Не советую. Без приглашения, без уведомлений не надо. Вы должны ехать с чем-то с таким весомым, что нельзя почтой передать. Конкретно, что ей нужно. Чтобы вы там установили связи. Работает ли какой-то кружок или что где-то. И там перед людьми выступить и сказать. Найдутся волонтеры. Батюшка-то сам-то не пойдет же. Ему надо когда-то сказать, и чтобы ты выступил. И сразу сказать адрес. Заранее все заготовь, чтобы у тебя визитки были. Такая-то, такой возраст, такие болезни. Если она там совсем не в Моготу, чтобы кто-то взялся похоронить ее. По-христиански. Это не просто так. У нас-то, видишь, как вот здесь, на этой территории у меня молятся. Батюшка здесь. Все время звонимся. Родные. Тут об этом даже не думать. Я заказал гроб. Он у меня стоит уже гроб. Видели, может? Красивый, хороший. Я понял, конечно. От меня где-то примерно 4 часа до нее. На машине. Это долго, много. Ну, мне привычно. Завтра я в Новосибирск поеду. Там 5 часов в дороге. О, Дилов-то. На педаль нажал, отпустил уже там. Ну, нет. Сейчас опасность столько. Засыпают. Права выдают таким людям, которые не пятиться, ничего не умеют. Да. Ну, мне это привычно. Я каждый день за рулем. Вот у нас там по Терябке один ехал. А в это время там навстречу машина. А он заснул за рулем. Какой он нации-то не знает. То ли грузин или кто-то там. Ну, и врезался в него. Он мог погибнуть, парень. А у него ребятишек там четверо. А тот что, заснул за рулем? Ну, как бы Господь так распорядился. Нет, не Господь. У нас нет такого права. Вот он едет хоть сколько, пока не уснет. А вот в Германии проехал 4 часа или 5, там говорится. У него фиксируется, что должен съехать в сторону. И сейчас там поспать и дальше. Самое лучшее, мне кажется. У нас на больших грузных автомобилях, я вот на КамАЗе иногда езжу, у нас тоже так же теперь в виде карта у меня специальная. картограф, вставляешь, и все фиксируется. Если нарушаешь, он сигналит. Если нарушаешь, он отмечает все. И гаишник, если остановит, он может проверить. И сразу читает, останавливался ты, не останавливался, соблюдал ты этот график. Если не соблюдал штраф. У нас уже есть это. Вот такой есть ролик, он небольшой, там минут пять. Как они, два брата, встречаются в городе, а он еще не знает, что там другие порядки. И вот он уронил пакетик, ну, салафановый-то. А он отпечатался, бабка идет, фотографировала, отослала. Видели? Видел, видел. Ну, и вот, и десять процентов штрафа на него. И он там начал ругаться-то. И он, ну, сто, двести, триста, тысяча восемьсот долларов уже. Он говорит, будьте вы такие в тыне, сам материться. Он говорит, все, сказал, все, пошли, а в туалет зашли. А там, тут нету, говорит, наблюдений, штрафа нету. Очень здорово поставлено. То, что нас в будущем, похоже, ожидает. Да, да, да. Вот я говорю, готовились, когда мы к миссионерским путешествиям. Я смотрю, какие страны, Швейцария, там, Польша. И все, все порядки выписываю, которые для иностранцев. И сделал, я сам переплетчик, переплел, у меня как книжица получилась. И что интересно, не потребовалось никогда и ни разу открывать. Главное качество, я христианин и делаю по-христиански. И все остальные законы Европы вошли в нее. В одном месте было, что нельзя где-то в машине спать. Я обязательно должен был дать в гостиницу, меня бы там приняли. Но у нас собака была, я говорю, не надо. Ну и когда мы обедать стали, в Австрии было. Ну я тут рядом собаку-то привязал. Он немецкая порода, здоровый ученый-то. Полиция подъезжает, а мы обедаем. Они только хотели выходить. Он как, рванул, да никуда. Они сразу развернулись и все, больше не подошли. Все. У нас собака наружу была. К нам ночью нельзя было подойти. Только в Устурийском крае я ее не выпускал. Там тигры. Тигр 330 килограммов, а он 30. В 11 раз больше еще он сделает, а лапой прижибет. И пока они уехали, я его не привязывал нигде. А только выводить на поводке, и то днем. Благоразумно надо во всем. И вот интересно, написано в премудрости Соломона, Бог не любит никого, кроме живущего с премудростью. Вот и все. А то Бог любит грешника, а грех не любит. Да что он, грех у него отдельно висит облаком каким-то? Сказано, проклят тот, кто дело Господне исполняет небрежно. Тот проклят. Это ужасно, ужасно. Потому что как попало рукой крестятся, в церкви стоя, они знают, как дело Божие. Исповедовать священники не исповедуют, как должно. Причищают неправильно. Оглашенные за дите выбросили. Одно проклятие. А у нас все соблюдается. И никакого труда в этом нет. По форме, одеты, с поясами. Ни одной волосинки не видно. Маленькие девочки, грудничок одеты, как положено. Вот. Всегда. Не снимаю, давно уже не снимаю. Не надо снимать. Вот он, что я его не снимаю. Так, видать. Ну что? Все, я этот вопрос понял, закрыт. Вот давайте решайте. Решайте. И тогда, если нужно, на меня опять выйдете. Понял. Сначала с ней согласовать. Если она не против. К ней кого-то пришлешь. Кто-то. Она скажет, зачем я не просила. Мне может быть неудобно или что-то. Надо все это заранее взять на себя. Конечно, обговорить надо. Да. Ну все, отошел. Не-не-не. Еще есть. А ну давай. Тихо. Еще есть. Значит, по работе своей. Вот мне, я так понимаю, что Господь дал такую работу мне. Я рассказывал, ко мне садятся в машину, я вожу. Я на газели часто езжу, ко мне садятся, ну там, кладовщики, инженеры, мастера, там, грузчики, механики. И со мной один или два человека едут. И, естественно, я им благовествую, проповедую. Я им про Иисуса Христа рассказываю, всем рассказываю. И я так радуюсь, что вот эта работа мне дана. Но там вроде у меня прогресс, а тут не прогресс, регресс. Я устаю сильно на работе. 12-14 часов я за рулем. И я не возрастаю в вере. Я тут мало бываю, на молитвах мало бываю за работой. Евангелие у меня всегда с собой есть. Я всегда кому-то отдаю, кому-то раздаю. Но здесь я мало возрастаю. Я чувствую, я отстаю, сильно отстаю. Вон, братья, как и занятия ведут, и возрастают. Вячеслав, это чудо Божье, как Господь милосил к нему, как коснулся его. А мне далеко до него еще. И я переживаю из-за этого. Потому что мало участвую. Там я вроде, может быть, не работу смею. Там еще работа такая. Я работаю на автопредприятии. Автопредприятие обслуживает угледобывающий разрез. Это что значит разрез? Карьер такой, где землю беспощадно рвут. Господь создал небо и землю, и все, что на ней, ее рвут беспощадно. Взрывают, взрывают, гребут, вычерпывают. Такие отвалы, как лунные ландшафты. И уголь вычерпывают. И все мало, мало, мало вагонами возят, возят. И я в этом участвую. Я же в этом участвую тоже. И, может быть, мне поменять работу свою. Зарплата, не скажу, что хорошая. Но мне хватает, я не жалуюсь. Мне в натяг хватает. И десятину отдаю. Все, плачу, все, что положено. Богу, Богу, а кесарю, кесарю. Все отдаю, как положено. Вот у меня никогда не было другой молитвы, когда на работу. Вот, Господи, дай мне такую работу, чтобы свободна была голова. Я размышляю, запоминаю, молюсь. А сам строгаю, стеклю, полы настилаю. То есть я работаю. Выработка у меня почти всегда 280-300%. Все есть. Но я все время там, где-то, не здесь. И поэтому вот так вот. Это твоя власть, ты сегодня можешь поменять. Главное, что ты понимаешь, что ты отстаешь. У тебя есть талант. И тебе лишний раз в церковь не сходишь. До 12 часов за рулем. Да кто же это позволит? Нет, в церковь я всегда хожу. В воскресенье я сказал на работе. Если будете заставлять меня в воскресенье работать, я увольняюсь сразу же. И меня в воскресенье не трогают. В воскресенье это мой закон. Тебя его в субботу не надо трогать. Было бы как. А ты в субботу все равно там... Чаще работаю. Ну нельзя как. С чего ради у тебя? У тебя что, дети малые? Надо кормить их? Один учится, младший учится в университете. Ну что, тебе не хватит денег, что ли? Ну, пока хватает. Ну, доход хватает. А душе побеспокойся. Это все, видимо, и оно временное. А невидимо и вечное. У меня... Я больше расположен сам по себе. Со скотиной, с животиной. У меня рука легкая. У меня все вводится. Я этим всем занимался. Я в квартире живу. И у меня еще участок есть, огород. Недалеко 15 минут ходьбы. Когда-то я предпринимателем был. Я зарабатывал хорошо. Начал строиться. Но строиться не построил, а огород есть. Я и курей. Я в зиму по 50 курей только оставлял. Только в зиму это оставлял. А днем, летом у меня там сколько было. И все это я умею, все знаю. В деревне рос малым-то был. И мне это ближе. Но вот тут вот как... И опять же я рассуждаю, если со скотиной, и тогда привязан буду. Я так уже не смогу благовествовать, как у меня сейчас Господь дал работу. И вот тут я разрываюсь прямо. Мне трудно говорить, потому что у меня ни одного дня в жизни не было такого. Я сразу с первого дня, вот только сейчас. Я на корабле. Высшее мореходное училище. Там такая перспектива выход за границу. Ну, три курса за год сдавать по одному из сторонах языков. Но я уже обратился, Евангелие дали. Все, на корабль вернулся, все по-другому. Все, теперь я ухожу. А куда уйду? На стройку. А мне самую трудную работу дали. На отбойном молотке все вот так вот. Бетон там крошить надо в подвалах. А потом в Волгоградской области был. Там дома строить. Тесать вручную. Дуб. Там в руках, наверное, весь мозг сбился в пальцы. Логова свободная. Нигде ни разу не было, чтобы я как-то подумал, а что же я делаю-то? Я же тело ни во что ставлю. Душа. И поэтому Бог так и делал, что мне приходило время, меня или выгоняли, или что-то там кому-то говорил. Тогда строго было. Никак нельзя. Так что вот так. Ну, понял, Бог. Я тебе вопросы разрешал. Живу на этой же земле. Нельзя никуда было уходить с работы. Холодно. А я сделал гроб. И на ночь в гроб заходил и лежал там. Интересно, утром уборщица убирает. А это столярка рядом была, там делали. Ну и мимо-то. Но я слышу, она у меня, чтобы не закрывалась плотно, дышать-то было. Палочка, чтобы она по крышке не до конца. Ну, а она возле, а я в это время крышку поднимаю. Она щит на моё место не легла. Я всегда ставил это на первом месте. Еду дорогой, на велосипеде. А уже заранее маленькие написаны где-то. Скотчем чем-то склеено. Считаю, запоминаю. Применяю в жизни. И чтобы сработать, торговать, да никогда. Я всегда просил Бога, чтобы голова была для тебя, Господи. Сердце для тебя. А здесь я механически делаю всё, что надо. Стеклю. Печи делаю. У меня, Игнатий Тихонович, у меня там как своя чат-рулетка. Столько людей ко мне садится. И они уже никуда не денутся. У вас там могут щёлкой выключились, ушли. А у меня никуда из машины не уйдут, из кабины. Я за рулём еду. И я им благовествую. Там идеальные условия для этого. Не знаю. Идеально, говорят, что человека хоронят. А я признал, что это самое неудобное. Им не до этого. Главное, скорее, похоронить, выпить. Самое удобное. Вот когда мы сидим в тюрьме, вместе спешить некуда. Я уже знаю где. Когда в операционной больнице находимся, никуда никто, привязанная. А я при всех за стол сажусь, кланяюсь, молюсь. Всё как надо. Конечно, Бог знает намерение моё и даёт возможность. И где куда он не пошёл, у меня капитра со мною. Я уже на капитре. Я бы, конечно, Игнатий Хихонович, к вам бы в Потеряевку попросился. Но у меня жена, не могу её к вере привести, неверующая. И она меня не поддержит в этом. Её же не бросишь. Ну да. А ей сколько лет? На три года у меня младше, 55 вот будет через несколько дней. А вы поговорите ещё раз. Выведите сюда на разговор. Скажи, всё это временно. А нам бы вместе было так хорошо. Мы вас знаем. Видишь как. Да, меня оттянет к вам. Только там, среди братьев. Там, скажи, и огород ты можешь, и арбузы выращивать, и морковку, и всё. У нас богатая земля по Терябке. Вы были тут. У нас всё своё. Она в деревне тоже выросла. Вот, ты думаешь, не поздно. Чтобы успели приехать и посадить. Чтобы к осени всё своё было. У тебя всё своё будет. Да. Ну, а на пенсию, когда пенсию уже получать будешь, то там, в деревне такой работы ты не сделаешь, ничего. Только от хозяйства. Скотину можно завести, коров, овечек. У нас это всё. Ну, старосты было 36 крупного рогатого скота. Вот так. И всё там, аппарат всё это доит. В деревне на машине вы ездите раз в неделю. Молочники называются там, в авторник или как. Своя у них клиентура, никого искать не надо. Так все продукты свежие. Ты свободен. А это ты как раб там на галерах. Да. Да. Приковали никуда. У меня ни одного дня в жизни так не было, когда я сам по себе. Нужно. А в это время, пасхальный день, вот как раз фомина. Вот как позавчарашено это. За позавчарашено это. Ну и я говорю, я не приду на работу. Как не придёте? Мне надо в храм ехать. А я жил в Искитиме, это 60 километров от Новосибирска. Да как вас с работы уволят? Это ваше дело. Вы почему в воскресенье, я говорю, работаете? Потому что неделю как попало работаете. А я работаю, в это время меня отторгают. И копали основание под высоковольтную линию. Кувалда, лом, клинья. Зимой копать надо. И мне это хорошо как раз. Раз я это хотел, мне Бог это и дал. Я свободен был. Вот так вот, что связано с работой, я не могу. Читать некогда. Никогда не было. Я даже из одного дня не помню. Я с корабля ушёл сразу. Вот так. Ну, у меня Евангелие с собой. Я где остановился, где даже 10 минут есть, я всегда читаю. Ну, это ладно. Всё на этом, да? Нет, ещё есть вопросы. Ну, давай. Теперь, по слову Божию, первое, вот, Ефесянам 4, 11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Вот, одних апостолами. Мы знаем, кто апостолы. Мы их по именам знаем. Пророки тоже знаем по именам. Мы молимся на молитве, перечисляем их по именам, обращаемся к ним. Затем, ну, пастыри, ученики, пастыри – это епископы, священства. Мы тоже знаем всё это по именам. Учителя тоже перечисляем учителей. А вот евангелисты, кто это? Матфей, Марк, Лука и Иоанн – всё на этом. Четыре евангелиста. А сектанты бывают – они евангелисты. Нету евангелистов больше, только четыре. Ну, в принципе, я так и думал, да. Да. Понял. А святые отцы, нас всё известно. Начинается Игнатия Богоносца, его шесть посланий там. И дальше Иероним Стридонский. Вот так, Жером. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Григорий Чудотворец. Ну, Григорий Богослов, там у нас много учителей. Да, мы их перечисляем на молитве всех. Да, их труды – это 300 томов. Да. Вот так. Всё? Да. Ещё один. Николай Астахов в чате ролик выставил. Вы посмотрели, нет его. Филипп Киркоров там где-то в Кремле выступает. И на опрокинутом кресте там поёт что-то. Как это воспринимать? Да никак. Поставить нет ролик сейчас. Включить не надо? Нет, не надо. Зачем я знаю. Это всякое кощунство было. Они за это отвечают, я не отвечаю. Государство отвечает, что позволяет это делать. Никак. Ну да. Просто никак. Сотвори молитву, иди мимо. Не надо. Это не человек, страдай дерево, оно не страдает, ничего нету. Что делать? Ничего не делать, только молись, благодари Бога, что тебя не тронули. Вот так. За всё благодарю Бога. За всё. За всё. Такое благополучное время живём. Да. Это чудо просто какое-то. Вот только для переезда к нам по Теревку осталось. Да, да. С удовольствием бы. С этими разговаривали, оба военные, и может быть, заедут. 15 мая едут. С Бурятии. Военные, муж с женой. Ну, кто приезжает, вот, допустим, дети какие-то, могли бы помогать. А мне надо большой дом. Вот строй большой. А чтобы тебя мороз пока не хватило от дождя, у меня есть куда тебя принять. Вот сейчас приедут, допустим, 70 человек, и я всем дам крышу. И подушки ещё. И подушки. С одеялами. И подушки дам, да. У меня всё это есть. Я это всё видел. Я засвидетельствую. Всё это был, видел. Какая радость. Я вот... А тех, кого, кто в наших церквях крестится, ну, мы понимаем, как крестится, там обман полный, конечно. Но какие они несчастные. Вот пришли, покрестились, да, это радость, всё. Но и на этом всё. Вот вышли из храма, и на этом всё закончилось. А я вспоминаю, когда я потеряю, ты крестился. Это все общинники пришли, с общины пришли, цветы дарят, простые полевые, радуются. А каждый стараются тебя обманутся. А ты только крестился, ты ещё как святой. И с такой радостью к тебе относятся. Это такой праздник. Это не один час, а весь день продлевается. Это такая радость. А им это несчастные. Вышли из храма, и на этом всё закончилось. Нет, потеряю всё по-другому. Это не передать. Это не пересказать, какая радость. А песни у костра под картошку, на гитаре, письмопения какие. Он нас сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. А как мы отдельно, когда перед крещением было, обедали там на этой куче, а потом отдельно молились там, где у нас башня была. Это всё надо запомнить, благодарить Бога. Священник стоит в воде, бесплатно. Тебя погружают, ты рождаешься заново. И ты ничего нигде не найдёшь сегодня. Это всё только скорее, деньги-деньги, мани-мани. И все радуются. Все с тобой. Это не передать. Это праздник постоянный. Да кто вот с женой-то и поговорит. Давай, назначь свидание сегодня, со мной поговори. Я поговорю с ней. Вот, постараюсь. Ну ладно, всё, отхожу. Пошёл. Спасибо. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Продолжение следует.